Японская марка Isuzu представила пикап D-Max третьего поколения. В основу новинки легла новая архитектура Dynamic Drive. Её принципиальное отличие – более лёгкая и жёсткая рама и сдвинутый назад двигатель, чтобы обеспечить оптимальное распределение массы. Габариты пикапа с двухрядной кабиной довольно близки к прежним. Отметим небольшое увеличение колёсной базы при сокращении общей длины и серьёзную прибавку к глубине максимально возможного брода. Из соображений безопасности кузов теперь почти наполовину сложен из высокопрочных стали и общая жёсткость выросла на 20%. Обновлена архитектура электроники, благодаря чему стали возможны новые помощники. Мониторинг слепых зон и контроль поперечного трафика сзади. Реализован бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. В гамме двигателя обошлось без сенсаций. Базовый турбодизель 1.9 просто перепрограммирован, а вот трёхлитровый мотор модернизирован глубже. От прежней версии с индексом J1 на конце мотор отличается изменёнными камерами сгорания, увеличенным давлением впрыска и новой турбиной. В итоге отдача подросла на 13 л.с. и 20 ньютон-метров. Ревизию пережили шестиступенчатые механика и автомат. У них другие передаточные числа и другой гидротрансформатор. В трансмиссии неизменный подключаемый полный привод, зато появилась штатная блокировка заднего дифференциала. Схемы подвесок остались прежними, однако новые рычаги в передней пружинной двухрычажке увеличили угол поворота колёс. Сзади сохранился неразрезной мост на рессорах, но колея стала шире, а вместо барабанных тормозов появились дисковые. Выпускается D-Max по-прежнему в Таиланде. Продажи там уже начались, а на внешние рынки пикап выйдет только в следующем году. Когда модель появится в России, пока неизвестно. Субтитры создавал D-Max по-прежнему в Таиланде. Субтитры создавал D-Max по-прежнему в Таиланде.